Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это еще один гайд игры за разные кланы в игре Норсгард. Я сделал уже гайд по игре за Вепря, одна из стратегий развития. Сейчас сделаю за Ворона. Почему именно эти два клана? Потому что у них оригинальные стратегии, не через еду. Если у Вепря это было скорее через малое количество дерева и большое количество камня, с которого вы делали много камней для науки и таким образом научно побеждали, то Ворон вообще уникальный такой клан, который играет чисто через золото. Это единственный клан, который может за деньги колонизировать территорию. И вот, исходя из этого, мы и будем играть. Вороны это всегда клан на долгую игру, не на раш быстрый, потому что им, собственно, нечем рашить. Их идея в том, чтобы развиться, но когда он разовьется, это неостановимая машина убийства. Итак, для начала традиционно уже ставим скаутов, лагерь разведчиков, дом и дом лесоруба. Все в стартовой области. Если мне еще в комментариях к гайду по клану Вепря писали, что, мол, стоит поискать область с лесом рядом со стартовой областью, я с этим не совсем согласен, но, в принципе, возможно, да, если вы быстро найдете эту область, то там поставить одну избушку, потому что для клана Вепря одна избушка достаточно. А то в плане клана Ворона в любом случае придется две избушки лесорубов ставить в любом случае, поэтому откладывать избушку лесоруба в стартовой области не имеет смысла. Дальше, открыв рядом все области, вы одного скаута возвращаете обратно, а другого продолжаете исследовать территории. И первым делом добавляете... Вот у нас, видите, есть территория с едой и без еды. Если такая ситуация, то первым делом добавляете территорию без еды. Без еды. Потому что там мы будем ставить сейчас учебный лагерь и дом. То есть тут нам требуется... Более того, тут у нас еще и обломки кораблей. Кстати, это одна из тех ситуаций, когда можно будет повременить со вторым зданием лесорубов, потому что мы получим много дерева вот из этих руин кораблей. Офигительная способность клана Ворона, еще раз повторюсь, это то, что мы колонизируем области без еды, а за деньги. И поэтому в случае с этим кланом еда нам не особо нужна. Нам главное балансировать вот на уровне... Чтобы не голодать. Вот и все. Тут нам главное деньги. И за счет денег мы все будем тут получать. Так, вот это не очень хорошая ситуация, конечно. Напал на нас волк. Мы еще не успели достроить лагерь. Придется его убивать двумя этими, иначе мы его просто не убьем. Для чего строится лагерь вначале? Это так же, как и с кланом Вепря, для того, чтобы раненых юнитов преобразовывать в воинов и таким образом их суицидить. Ну, конечно, надо зачистить будет территорию вот этих волков, но лекарей мы очень долгое время не будем строить. Нам нужны будут именно как-то избавляться от раненых ребят. Вот сейчас я, собственно, это делаю, избавляюсь... Да, ё-моё. Избавляюсь от раненого человека путем того, что зачищаю область с волками. Естественно, он сейчас не умрет, но я продолжу вот от этих избавляться, чтобы они на меня не нападали. Чем меньшие на меня нападают... Так, давайте сначала пускать менее раненого чувака. О, ну тут неплохая территория нам достается. Так, одного нам убьют, я думаю. Или мы даже успеем, да, успели волка замочить. Давайте сначала вот этих волков будем бить, потому что тут гнездо, они будут постоянно возрождаться, а тут вот можно успеть пару волков убить. Всё, после тренировочного лагеря строим на нашей... У нас, кстати, три... Строим гавань, это тоже уникальное здание для лагеря ворон. Кстати, у нас тут будет три гавани, это очень хорошо. Обычно, ну, для ворона, чем больше гавани, тем лучше, потому что у неё есть уникальная способность на счастье от гаваней. Это надо использовать. Ведь я пока временю с исследованием кораблекрушения, потому что пока не очень мне дерево надо, так как мне некуда будет... некого будет сажать в эти здания, которые я с дерева возьму. Ну, сейчас я уже исследую, пожалуй. Чуть голодали, но вы не бойтесь, что у вас не хватает еды. Это пока нормально. Это нормально. Вам надо балансировать вот именно на таком... Не, минус три. Пока одного отправлю. В поход всё-таки уже нету запаса, но, в принципе, желательно можно быстрее отправлять. Давайте я, наверное, даже одного... одного лесорова посажу ещё, потому что сейчас я получу дерево вот из этих кораблекрушения. А, три. Кстати, три ворона. Очень интересно. Я-то специально взял ворона, а у этих рандомом выпало. Это будет интересно, потому что как раз пример, кто из нас лучше будет развиваться. У кого лучше стратегия? Моя или вот у этих ребят, которые против меня играют? Да, у них... Вот у них реально рандомом выпало. У красного и синего. Я специально взял ворона, чтобы показать вам. Ну, чувак не любит... Кстати, вороны, если им повезло с расположением, это один из сильнейших кланов на самом деле. То есть, пожалуй, ворон может остановить только ранний раш теми же медведями, например, волком. Кстати, он тут есть в игре. Всё остальное... То есть, если я разовьюсь, то очень большие проблемы будут у моих соседей. Я думаю, можно уже колонизировать вторую область. Просто, чтобы счастье было и давало нам быстрее появлялись новые жители. В преданиях идём по нижней ветке, естественно. Это самая важная ветка. Дальше могут быть вариации, но начало только нижняя ветка. Берём сначала торговлю, что дальше будет. Почему я то или другое выберу, я вам расскажу. Торговля плюс два к производству золота, потому что у нас всё завязано на золоте, как я и говорил. Пришли денежки и дерево, возвращаем скаута на добычу еды. Сейчас мы ещё построим... Нет, пожалуй, я даже не буду ещё пока одно здание строить. Давайте сразу строим... Значит, дальше строим здание на еду. То есть, у вас разная может быть еда, но вы второй областью старайтесь колонизировать именно область на еду. То есть, сначала вы колонизируете область без еды, потом колонизируете область на еду. У вас может быть, конечно, недоступна область на еду, тогда вы зачищаете её, убиваете там балков, колонизируете эту область на еду. Она следующая должна быть. И ставите здание на еду. Как бы мало она нам не была нужна, но всё равно в Норсгард именно на еду завязано существование ваших жителей, иначе они просто у вас начнут дохнуть. После здания на еду имеет смысл построить вторую лагерь лесорубов, но в моём случае я получил много дерева с обломков корабля, поэтому строим сразу склад. Да, блин. случайно кликнул. Сразу строим склад. И после склада надо добывать камень, апгрейдить ратушу, апгрейдить наши потом... Ну, вообще приблизительно мы выйдем как раз в апгрейд ратуши, когда откроем плотничье дело. В данном случае немножко побыстрее будет, потому что, опять же, много дерева я получил, и я сейчас не построил, ещё ни дом не построил, ни дополнительную хижину лесоруба. Поэтому я сразу строю сейчас добычу камня и отправлю добывать камень. Как видите, я не исследую территорию пока своим скаутом, потому что, ну, он мне нужен для экономики, я в любом случае ничего не могу тут сделать. Ну, исследую, я буду видеть, где мой соперник, и что. Я не буду сейчас спешить с захватом территории. Но у ворона есть уник, в его здании уникальная способность исследовать. Вот об этом не забывайте, не жалейте денег и исследуйте территорию. Она открывает эту способность по одной прибрежной клетке постоянно. Когда у вас будет много этих гаваней, вам надо будет всё побережье исследовать. Обязательно. Это важно. Чем быстрее вы увидите прибрежные клетки соперников и сможете, например, спланировать свою атаку на них, тем лучше. Ну, вам не обязательно будет, конечно, их атаковать. Вы можете от защиты играть. У вас, например, может быть много науки или славы. Это все остальные будут вас атаковать, например. Но прибрежные клетки вы должны видеть, потому что ваши рейды на прибрежные клетки будут отвлекать соперников от атаки вас, например. чем что хорошо, чтобы дождаться плотничьи дела, потому что тогда апгрейд будет стоить не 10 камня и 100 дерева, а 8 камня и 80 дерева. Берем следующее кораблестроение, конечно же, потому что торговцы у вас будут очень нескоро пока, а гавани мы будем строить как можно быстрее. То есть мореходов у нас будет много, и они будут приносить больше денег. Ну, уже, наверное, имеет смысл колонизировать следующие области, причем, пожалуй, я вот просто думаю, ну, вот здесь, я вот здесь, наверное, все-таки построю сначала дом. Тут, как вы мне скажете, не хватает потом территории для гавани, но я обработаю камень, это каменоломня будет удалена, и я здесь смогу поставить гавань. Еще плюс гавань тут у меня. И можно, она у нас уже минус по еде пошел опять. Ну, давайте одного лесоруба, а сейчас дом построит и будет опять в плюсе еда. А, в общем, уже лето началось. Бореходы открыли новую область, как раз синего это другой ворон. Продолжаем исследовать и захватываем эту область, чтобы в плюс счастье получить. Так, после строительства каменоломни строим следующий, следующую гавань. Даже не обязательно, что у нас нет, не будет людей в эту гавань сажать. Нам гавани будут в первую очередь нужны вот для счастья от диковинных товаров. Но, возможно, сейчас, как я смотрю, мне и хватает еды, чтобы кого-то туда определить. Давайте, наверное, еще одну область захватим. В принципе, денег дофига. То есть, вначале вы получаете счастье от захвата областей. Каждая область дает вам плюс одно счастье, если вы прекратите... Вам надо постоянно расти. и плюс захват областей дает славу. А ворон, когда становится таном, он получает дополнительно три населения. То есть, это тоже важная штука. Чем быстрее вы станете таном, тем лучше. Ну, вот не знаю, я, пожалуй, не буду уже ждать сейчас плотничьего дела. Я уже сейчас апнусь, потому что апнутая ратуша ускоряет появление новых селян. А вот следующее здание я все-таки дождусь плотничьего дела. Так, вот тут я могу одного в гавань посадить и отправить в поход. Почему надо сажать в гавань? потому что, ну, во-первых, это вам дает золото и науку, а во-вторых, вы без моряка в гавани не сможете нажимать исследовать. Вам постоянно надо исследовать. Вот у меня уже две гавани занимаются исследованиями. Мой, один из соперников воронов у себя гавань пока не построил. В принципе, теперь можно вот здесь организовать еще добычу еды и для ворона два тайла с едой выше крыши. Тут у меня даже будет больше, как бы у меня в одном тайле две еды, но на самом деле, даже если бы у нас была просто рыба и оленей, они будут проапгрейджены, они будут еще склады улучшены, и этой еды хватает за глаза, вы еще ею торговать начнете потом. Сейчас я вот, наверное, ага, у меня маловато. Да, вот сейчас имеет смысл, кстати, построить уже еще один лагерь лесорубов и потом уже заниматься едой, потому что, видите, мне начинает не хватать дерева. А у меня, тем более, нет ни одного тайла с деревом, который бы давал плюс 10%. Вот видите, у волка он есть 10% к производимому, а у меня нет. То есть, мне в любом случае два лагеря лесорубов надо. Так, вот еще дело я открыл. Давайте, наверное, я думаю, что проапгрейд первое из здания. Наверное, я все-таки старушку-охотника сейчас проапгрейд. Потому что я сейчас в минус по еде пойду, потому что я двух сюда лесорубов отправлю. Поэтому мне надо больше еды добывать. Видите, минус 4 пошло. Надо старушку. Или сейчас вообще, нет, я сейчас, наверное, рыбу сейчас построю. обуча рыбы. Да, здесь, наверное, пока олене нет смысла строить, просто потому, что у меня нету жителей туда отправить. О, волки побежали. Позорные. Ну, вот сейчас надо будет разобраться. Видите, у меня раненый лесоруб. Вот она вот будет с теми волками разобраться вот этими двумя воинами. Ну, и заодно как бы от раненого лесоруба избавлюсь. Опять же, не жалейте денег на создание воинов из раненых юнитов и не жалейте деньги на исследование, постоянное исследование побережья. Это все очень важно. Хотя я не заметил, кто нашел вот этот тайл. Желательно было бы мне его найти. 20 дерево нормальное. Давайте попробуем убить волков. К сожалению, самый раненый где-то далеко бегать. Сразу его начинаем следующего убивать. И пускай переключится именно самого раненого. Отлично. Все. Тут разобрались. не очень скоро драугры будут, поэтому я лучше этих воинов убью. Пускай у меня свежие появятся. Так, и надо следующую гавань строить. Нет, сначала наверное склад построить. Хотя у меня плюс 6 по идее нормально. Нормально. Зимой не такой будет большой. Я вот поэтому не очень люблю поля, потому что зимой конкретный минус с полями начинается. А с оленями и рыбой меньше минус. Мне больше нравится, когда такая еда у меня. То есть я не так проседаю, когда зима. Так, не забываем продолжать исследование. Вот мне бы еще, конечно, второго ворона отыскать каким-нибудь образом. С железом мы спешить не будем, потому что мы возьмем благословение Йорда и там мы получим 10 железа и оттуда оттуда берсерка нашего. Вот, и теперь берем диковинные товары. То есть плюс к счастью. Обратите внимание, что в русском переводе неправильный перевод улучшенная гавань дает не плюс 3 к счастью, а плюс 2. Это видео выходит при поддержке глобальной браузерной космической стратегии consolewar.ru Игра сейчас в открытом бета-тесте, там появляется много новых фич, например, общий космос, в котором находятся вообще все игроки. Так что заходите, регистрируйтесь, ссылка в описании под роликом, и используйте кодовое словосочетание Леша играет. Отсюда я не могу отправить исследователей, потому что тут у меня пока никто не сидит, но я думаю, что можно тоже посадить и заниматься. Блин, еще его... Вот с этими волками у меня проблемы, конечно. Так, и драугры пошли там. Ладно, давайте пока отправим. Сейчас посмотрим. Смитом, двоих убьют. И тут, и тут убили. Ну, надо двоих ребят. Сначала с волком расправлюсь. Да, блин, ну что он один бежит? Вот постоянно выбираю, какой-то глюк стал в Норгарде. Я выбираю всех, но бежит один. Так, пока вот сейчас мне дерево не нужно. Давайте сначала рыбу добывать. Пошли разберемся с этими волками. Ну, не разберемся, конечно, они меня зарежут, но я несколько волков тут убью. двоих убил. Давайте тут тоже склад построим. От раненых жителей стоит избавляться, потому что у них всего лишь 20%, ну, у них штраф к добыче ресурсов 20%, и у вас быстрее появятся новые жители, чем лучше новых жителей получить, которые полностью все добывают, чем вот этих коллег как бы держать, понимаете? ну, и тут еще надо будет тут еще надо будет этих организовать оленей, но не сейчас, сейчас мне нужно дерево, дерево мне нужно для апгрейда зданий, и буду я апгрейдить в первую очередь гавани, потому что видите, оно счастье дает, ну, начнем, наверное, с этой гавани, для этого мне дерево и нужно, плюс еще счастье, и вот следующую гавань, а, я уже, нет, еще не могу, еще не 80, и я сейчас выйду стану таном, каждый апгрейд зданий это 20 славы, кроме того, апгрейдженные здания быстрее танк, плюс 3 поселянина, плюс 3 максимум, плюс 1 к счастью, это здорово, то есть вы кучу жителей получаете, кучу добычи всего, улучшенные гавани быстрее делают исследователь, быстрее открывают клетки, можно вот сюда еще одного парня, я думаю, отправить пока, блин, надо с этими волками что-то делать, ну, это просто трындец, у меня куча, кстати, я могу вот эту территорию забрать, у меня куча денег, я могу около, тут видите, счастье, счастье, меньше потребления дерева зимой, дальше, уже по ситуации, я возьму острые топоры, просто потому, что мне маловато дерева, у меня нету уникального, уникальной клетки с деревом, поэтому я беру острые топоры, но, в принципе, если у вас есть круги камней, например, можно и ученость взять, чтобы больше науки шло, либо идти просто вот вооружейника, так, нашли мы второго ворона, ну, вот синий, по-моему, лучше развивается, чем красный, тем более, красный писал, что он не умеет за ворона играть, так, у меня тут два, я знаю, что зима, но я, по идее, должен убить этими двумя, то есть, содержать воинов не очень хорошая идея, потому что они жрут еду, ничего вам не давать, воины хороши для плана волка, потому что у них это и счастье, и меньше еды они потребляют, и вообще, все у них намного, так, давайте вот этого медведика мочить, а тут мы колонизируем область, так, пошел минус поеде, что не очень хорошо, давайте пару, пару, медведь убьет, так, минус 3, нет, плюс 1, все, нормально, вышли в плюс, отлично, мы потом вернем, мы сейчас проапгрейдим, собственно, уже можно апгрейдить оленей, сюда дополнительного сажать парня, и потом надо тут оленей построить, так, плюс 4, могу я уже, да, размещаем следующих добытчиков, вот эту территорию надо исследовать, это важно, так, чтобы мы прекратились исследования, чтобы мы подзабил, и надо бы, конечно, скаутом немножко побегать, но не сейчас, вообще, вот эту, вот эту надо бы исследовать, потому что там может быть волк подбираться ко мне, надо быть готовым, хотя бы башню поставить, отсюда там я уже никто не атаковать, тут еще волки могут быть атаковать эту территорию, значит, дальше надо вот этот камень добыть, то есть, в дальнейшем мы апгрейдим здание и за счет этого получаем славу и копим деньги, копим деньги, дальше я, наверное, все-таки, нет, давайте построю хижину охотника, у меня, в принципе, уже есть жители для этого, для нее, волк стал таном, что-то оба ворона подзадержались с развитием, ну вот вам как бы пример, да, разного разве, красный уже зачем-то настроил везде башен, конечно, за ворона не очень, каменоломная завершена, а тут у нас еще, ну вот эту область я бы себе забрал, а не серому отдавал, конечно, тем более тут лес есть, сейчас мы еще откроем, ну вот и оба ворона по очереди стали танами, да, дальше идем в военную ветку и берем благословение Йорда, как я и говорил в начале, потому что тут куча камня для апгрейда и железа для нашего берсерка, вот сейчас на нас напасть практически невозможно, потому что к данному этапу, ну кто, наверное, может только если медведь был бы рядом со своим рашем в щитоносцев и то я сомневаюсь, что с берсерком и у меня тут башни стало, если бы я знал, что рядом медведь есть, очень сложно взять было бы, так, значит, мне не хватает домов, сейчас я подумаю, где мне лучше дом поставить, наверное, вот тут поставлю дом и апну вот эту гавань, для того, чтобы счастье увеличить, так, тут этот скаут исследовал, все, ну давайте еще вот эту территорию исследую, я, например, захочу медведя тут убить, чтобы быть уверенным, что-то мне никто не помешает и дальше, дальше мы будем апгрейдить, что? Наверное, на еду здания, потому что сначала рыбаков и надо начинать уже строить военные лагеря, то есть сейчас у меня с едой нету проблем, я скорее это обрежу для того, чтобы торговать едой, ага, ну еще и метель нас ждет, то есть имеет смысл немножко поднакопить еды, чуть-чуть поднакопить, нужны дома, полу, чтобы пробредить дом, может быть, вместо того, чтобы новый строить, я могу улучшить инструмент, давайте я морехода улучшу, потому что они мне как раз приносят основной доход, тут надо следить за волком, эту территорию может, конечно, попытаться захватить, и его там надо по носу щелкнуть, тогда вот сколько волков, так, теперь можно улучшить оленеводов, сюда этого скаута перебросить, маловато счастья, ведь у меня население 4 может быть, а счастье поддерживает только еще одного, так что имеет смысл какую-то территорию захватить, наверное, сначала вот эту поставить, тут еще, видите, две овечки бегают все-таки, но там медведь, медведи мы долго будем колупать, то есть мне хотя бы два поселянина надо, скоро у меня новый появится, что-то стоит вместе, 40, 40%, а долго эти еще колупать будут камень, угу, давайте, наверное, склады улучшу, так, по-моему, последняя область, наверное, осталась для исследования, а есть вообще кто-нибудь видит йотунов? Очень бы хотелось с йотунами торговать на самом деле, но похоже, они не на побережье надо куда-то посылать, знаете, я, наверное, одного так, дальше, вот тут вопрос, что брать, вообще, обе хорошие, шубы и стратегии обороны, но тут вопрос только в том, вы будете защищаться или нападать? Я думаю, что я буду нападать своими рейдами, поэтому возьму шубу, но я думаю, ну, можно, в принципе, и то, и другое вообще взять, просто вы подойдете до конца ветки, а потом вернетесь теперь стратегии обороны еще возьмете, я возьму пока шубы, так, вообще появились оба у нас, давайте двумя войнами, просто у меня войны как-то раны будут впереди идти, на них я отвлеку медведя, а берсерк сзади и добивать будет медведика бедненького, тут я поставлю, колонизирую, поставлю башню, потом, если останутся еще юниты, я сюда вернусь и тут захвачу и тоже башню поставлю медведь еще далеко так просто желательно не чтобы медведь не ранил вашего берсерка не понимаете почему, потому что у нас нету у нас нету блин, все-таки на берсерке переключился, у нас нету лекарей на данный момент и в скором времени и не планируется пока лишняя трата дерева, лишняя трата территории мы колонизируем даже в первую очередь именно для счастья так закончилось у нас тут камень закончился пока железо не хочу добывать но вообще надо чем быстрее тем лучше пока я перебрасываю и следите если есть другой ворон следите за его пятисоткой чтобы он к вам не отправил карательный отряд в начале блин неправильно запустил ну ладно пока постоим тут колонизирую потому что волк сейчас прибежит мне мешать в первую очередь тут хочу поставить башню тем более я шубы взял то есть у меня сейчас не будет штрафа а у него как раз будет если он прибежит башню надо внимательно смотреть так это вон серый бегает исследует мою территорию тут красный двумя скаутами там у синего исследовали я так понимаю и мы по-моему все побережье исследовать нет еще есть где-то не исследованная клетка вот одна следите за тем что вы исследовали потому что во всех остальных все равно видите кнопка доступна вы можете во всех трех поставить исследовать и просто зря потратить 10 монет зачем нам это надо незачем абсолютно незачем вот вот что тут железо кстати можно сюда перенести но он побежал поэтому нехрен делать просто я так и знал но это это не страшно у нас есть деньги у нас есть армия ну это нормально в принципе то есть чуваку почему бы ему и не помешать захватить эту область где второй то о синий просто сдался а где тут юниты этого я не пойму а вот ну вот мы сейчас будем заниматься вот таким беганьем тупым несколько мне это не очень норгард где нравится честно говоря тем не менее законтролил эту территорию значит одного одним вороном мы одного ворона мы убрали из игры а блин там я не достроил ну сейчас я тут дострою уже ко мне не прибежал волк и пойду там достраивать надо конечно сейчас уже лекарей стоит построить потому что берсерка надо вылечить пир самое время для пира наших воинов мне сейчас стоит суисидить но я думаю что я тут нормально сейчас волков потреплю тут конечно улучшение снаряжения берется и вот гавань то есть тот случай когда мы уже можем рейды устраивать во первых у меня не так много денег для рейдов во вторых не стоит с ними спешить вы не сможете сразу убить всех ребят тем более вот волк например поставил башни у себя этот ворон тоже поставил башни у себя то есть я только их потреблю а зачем 200 монет это 200 монет да еще рейды дают дают ресурсы вы как бы делаете набег причем многие думают что это одни и те же ресурсы да ё-моё а ну вот там уже защищает на самом деле это зависит от того что в этой области добывается вот видите тут мне дадут 50 науки потому что в этой области добывается наука здесь да 100 еды причем 100 еды а не 50 вот в этой области 50 а тут 100 потому что тут больше еды добывается у красного здесь еда здесь камень вот если я на эту область набегу и мне 5 камня дадут здесь тоже еда и опять же тут тоже камень еда то есть надо смотреть если вы имеете ввиду именно ресурсы получить то выбирайте на какую на какую область нападать выгоднее теперь когда у нас дофига еды можно строить торговые посты и начинать торговать едой и получать за это деньги мы для этого собственно брали а еще возьмем улучшенные торговые пути я вот не брал но когда у вас будут торговые пути надо улучшенные торговые пути брать у вас будет куча денег тогда кроме того не забывайте строить учебные лагеря для юнитов у вас хотя бы должна быть возможность юнитов 8 нанимать так у меня бежит вообще кто-нибудь строить никто не бежит строить юнитов 8 нанимать для этого вам ну 4 как минимум военных лагеря надо то есть это упор на воинов почему воинов а не щитоносцев или метателей топоров потому что у нас вот это улучшенное снаряжение дает процент к силе процент к силе у щитоносцев сила низкая самая низкая сила из всех юнитов у них защита высокая а сила низкая поэтому им давать процент это ну просто тупо да самая высокая сила у метателей топоров но они контрятся как раз теми самыми щитоносцами поэтому по-моему лучший выбор для силы это именно войны тем более мы их еще улучшим кстати наверное можно сейчас охотников улучшить их 3 штуки пускай больше еды добывают можно еще один пир провести так здесь тоже построим учебный лагерь и торговый пост пока пока с кобальтами торгуем но вообще надо проапгрейдить лагерь разведчиков и пойти исследовать все неоткрытые тут должны где-то быть йотуны явно пока я границ не вижу похожих на йотунов но они должны быть так сейчас еще надо проверить что я все исследовал да видите кнопка не актив значит мы все исследуем кроме того у нас тут еще есть руинки кроме того нам еще надо кстати лекарей сделать и еще можно апнуть башню вот это против волка то есть того ворона я не боюсь а вот волк вполне может нападать давайте я наверное лагерь скаутов улучшу и вот эту башню так еще один торговый этот можно сейчас с кобальтами деревом нельзя то есть я не считаю что с соперниками стоит торговать потому что они получают от вас то что то с чем вы чем вы с ними торгуете нафиг это надо так надо вылечить нашего берсерка то есть только берсерк раненый сейчас я руины исследую и побегу всю эту территорию смотреть кроме того у нас есть второй ворон я вот думаю стоит ли мне из-за него ну смотрите у чувака есть три места для гавани он одно даже не забирал и только сейчас вторую гавань строит то есть насколько он не использует возможности да у нас уже куча денег но мы их бережем мы их бережем не тратим они нам нужны так сразу улучшим воинов на всякий случай на будущее и легендарных героев нет возьмем на эти улучшенные торговые пути пока мне не нужны ну вот еще заслоение бальдура подъехало мне не нужны сейчас легендарные герои тут мы все железо добыли делаем их поселянинами тут опять железо будем добывать построим еще пару так и этих делаем поселянинами тут убираем можно рынок кстати еще построить чтобы покупать ну у нас денег будет много на всякий случай никогда не помешает так давайте скаутом сделаю так и иди исследуй территорию и ты иди исследуй территорию тут к серому остальных начинаем так во-первых еще добываем железо во-вторых строим рынок и учебный лагерь лучше всего конечно торговать с йотунами едой они больше всего тогда денег дают да и еще у нас лишние ребята есть надо не забывать их в гавани сажать конечно что у меня еще место так тут все сидят еще еще два нет еще даже три места в гаванях есть и вот надо еще апнуть домик у меня уже камня нет можно камень купить в рынке поэтому я рынок и строю разведчика ранен это я серого исследую конечно с этими волками было бы неплохо расправиться так какие мы чьи инструменты мы улучшим ну дерево вообще давайте дерево никогда не помешает эти волки тут постоянно нападает давайте починим эту башню больше домов но я бы проапгрейдил честно говоря дом есть у меня еще камень нету о побежал на меня волк это плохо но опять же повторю деньги у нас есть то есть вы делаете армию я его территорию исследовал так четыре давайте еще вот этих отправим и отправляем к нему наемников тем более шубы он напал получи ответ ветку плюс не нету а ну а а а а а а а а а Он еще и не проапгрейдил своих юнитов, видите, как они умирают. Чувак просто, похоже, сливает сейчас. Да, у меня минус по дереву идет, я понимаю. Я все вижу, давайте перебросим. Так, и так. Так, там он отбился, надо еще одного отправлять сразу. Блин, в той клетке выбрал. Всегда бейте в ратушу. То есть надо добить... Если у вас, конечно, дофига денег можно распылиться, но у него все клетки в башнях. И нету смысла посылать на разные клетки. То есть вам главное ратушу разбить, и тогда вы победили. Все. В этом идея. Тем более, что я сейчас, видите, тут на его территорию сейчас встану. Захватываю. Опять же, у меня куча денег. За счет того, что Ворон захватывает деньгами, я имею... Ну, а сейчас мы Берсерк убьем. Но тут, похоже, он проиграл. Уже все, Берсерк сдох. Это проигрыш. Я не думаю, что он может что-то тут сделать. Тем более, сейчас легендарных героев возьму. Решил в последний этот пойти. Все, у него нет ни юнитов, ничего. Я думаю, что это выигранная игра, потому что, судя по всему, этот Ворон вообще не умеет играть. Вот такая стратегия. То есть, вы терпите максимально... Я не считаю, что за Ворона, пока у вас не будет кучи денег и реального развития, имеет смысл нападать на кого бы то ли было первым. То есть, вы сидите в защите. И вот сейчас Серый просто слил свою армию, напав на меня. Да, он мне убил башню, но это... Знаете, такое... Постольку, поскольку... Так, кто там? Опять Волки. Возвращаем. Сейчас надо разобраться, что у меня с экономикой. Красный тут ни в каком виде, по-моему, не может победить. Давайте Лекарей посадим. Надо слить пока вот этих юнитов. Они мне не нужны. Подумать только обо что. Давайте вот об этих Волков, которые постоянно нападают. Пускай они лечат... Да, они лечат Берсерка нашего. Ну, эту территорию я... Кстати, можно удалять эти здания. Я их не буду... Что делать? Я их взял просто потому, что не терять силу, когда нападаешь... Когда нападал на Серого вот здесь. Он был уничтожен. Сейчас я тут солью. Не получилось слить все юниты. Волки были уничтожены. Просто, чтобы они не нападали больше. Тут варианты, кстати, несколько. Вы можете сыграть теперь сейфово, так сказать, на точную победу. Это просто победить славой. У меня нету соперников. Я спокойно 12 территорий могу колонизировать. То есть еще 2 территории осталось. Построить алтарь канунгов и... Дождаться 1200 славы. Мне красный не может помешать никак. Можно развлечься и попробовать захватить красного. Чем я сейчас, собственно, и займусь. Давайте отправлю скаутов. Какие у нас проблемы с чем? С едой. Где у нас нету... Например, вот тут нету... Жителей. Так, новый появился. Давайте в рыбу. Нет, давайте, наверное, даже в оленей. И тут у нас, в принципе... Да, он скоро может начать на меня нападать, между прочим. Поэтому имеет смысл построить уже... Все-таки на тех местах, где он может напасть, построить башни. Но я не думаю, что у него много денег, судя по его развитию. Я не знаю, откуда он может вообще взять много денег на таком этапе. То есть тут главный соперник на этой карте был, конечно, у меня Волк. Хотелось бы Йотунов найти. Так, давайте с кобальтами начнем опять торговать деревом. Да, там следующий поселянин. Он еще медленно, видите, он не увидел, что у меня нету башен. Он мог бы сейчас быстро выйти в 500 и напасть на меня. Я бы отбился, правда, но... Все равно как бы неприятно. Кстати, когда у вас есть ворон в игре, то лучше в своем центральном районе не держать другие юниты. Просто убирать их в другой район, а потом нападать, когда появляется такая возможность. Так, вылечил я, по-моему, всех. Управим лекарей обратно. Что мне требуется? Деньги у меня есть. Что у вас тут с областями? Неужели Йотунов на этой карте нету? Это, конечно, необычно. Ну, хоть кобальты остались. Ну, скоро у него 500 будет. Сейчас начнутся нападения с его стороны. Кстати, могу купить, опять же, на рынке камешек. Вот у ворона проапгрейдженная башня отбивается от рейдов вообще без проблем. То есть, пробить вот эту проапгрейдженную башню, особенно когда взята стратегия обороны еще, тогда вообще... То есть, можно не обращать внимания на рейд, то есть, иногда только подходить там, починивать эту башню. И все. Я не знаю, Катя, на что надеется красный, но... Наверное, надеется победить. Что мы можем еще сделать? Мы можем, например, этих... А, ну тут это ради победы наукой. Мы можем просто их вынести, чтобы эту территорию захватить и на красного нападать, начать. Ну, вот он уже в 500 вышел. Как раз мы башни все поставили. У нас тут все сидят... Кстати, маловато военных лагерей. Я бы даже еще больше сделал. Так, все тут исследовано. Давайте вот эту территорию исследуем. Может, тут все-таки есть где-нибудь? Йотуны. Случайно парень на паузу нажал. Я могу сейчас просто накопить еды, сделать огромную армию. Надо еще пару военных лагерей, там, из 12 человек, идти бы выносить. Хотя я, наверное, этим и займусь сейчас. Ну да, еще можно, кстати, переключиться уже здесь с науки. Это давно надо было сделать с науки, переключиться на славу и копить 1200 славы. Заодно, походя, кстати, алтарь канунгов построить. Тоже не помешает купить, опять же, за счет того, что у нас денег дофига. Купить. Сейчас. А, ну, мне нужно 300... 300 монет. 300 дерева для постройки. Так что, давайте дождемся, когда дерево появится. Деньги, еду тоже можно накопить, потому что, когда я всех отправлю в армию, не будет еды. Ну, тут, тут уже можно, не знаю, стратегия, даже не знаю, нафига мне стратегия обороны, учености, это все не надо. Уже давайте пойдем в разведку, потом рост населения возьму. То есть это уже даже защитную стратегию мне не надо в данном случае. Сейчас я исследую последние... Последние места на карте, которые я не вижу. Тут выносим... Даже можно, наверное, зимой начать нападать. Все. Последняя неисследованная территория. И возвращаемся домой. У нас тоже уже все работают. Три из трех, три из трех. Ну, можно в гавань тогда последнего этого скаута. Блин, еще две овечки до сих пор не зарезаны. Вообще, да, можно больше домов, кстати. Но пока... Так, я могу еще где-нибудь лагерь построить? Я могу... Вот, смотрите, в одной... В области нельзя два учебных лагеря строить. Вы можете построить, например, лагерь щитоносцев. Он все равно дает плюс к количеству юнитов. Но просто не щитоносцев брать, а тех же воин. Нападать на ворона, когда он развелся, тяжело. Сейчас я вам это волк продемонстрировал. Он просто в определенный момент делает кучу юнитов и отбивается от вас совершенно радостно. А вы еще потом не можете от его атаки отбиться. И сейчас я бы зимой, конечно, вот сейчас просто бы и напал на... На моего оппонента. Честно говоря. Сколько у меня будет юнитов? Я могу сделать 14. Будет у меня 14 юнитов? Да можно уже, наверное, этих, кстати, заканчивать... Деньги получать с мореходов. Давайте прервать поход, прервать поход, прервать поход. Это уже 8 человек. 10 со знахарем. 12 с поселянином. Ну и, там, знаешь, двух с рыбаков, например, снять. И чтобы не совсем уже по еде проседать. Так, вот тут ребята вернулись. Тут ребята вернулись. Тут ребята вернулись. Тут поселянины. И здесь ребята вернулись. Сколько это уже будет? Так, уже 6, 9, 12. Объездано произошло изнутрясение неожиданное. Надо шутить. Вообще, вот это здание мне уже не надо, кстати. Это отремонтирую. Так, ну ладно, 12. Блин, ладно, давайте еще. Тут уже по максимуму. Сначала разбираемся... Сначала разбираемся с этими валькириями. Побежали. И одновременно... Ну вот, зачем он это делает? Он увидел, что я бегу, переволновался. Одновременно посылаем наемников на его области. У меня еще землетрясение было. Денег у меня дофига, как вы видите. Так, что у нас тут с атакой. Он даже не проапгрейдил, кстати, башни свои. Наверное, можно еще посылать, я думаю. Так, где уже посылал, тут посылал, вот отсюда. То есть ему тут пофигу, что я башню убиваю, да? Ладно. Калонизируем параллельно область. Ну вот у меня уже минус по деньгам. Поэтому стоит, наверное, все-таки в гавань кого-то отправлять. Чтобы деньги в плюс шли. Ну, лак не лак, я не знаю, что у него там лагает, конечно. Но это проигранная партия для него. В любом случае. Это вот такой напор, такое количество юнитов. Он сам мог все это сделать, если бы правильно играл. Ну, может, потом посмотрит запись моего видео и сделает выводы. Давайте, наверное, даже пирус строим, чтобы побыстрее восстанавливались юниты. Ну, мне даже не надо сюда нападать, я сюда нападаю. Какие-то никаких юнитов. Нету башен никаких. Все, умрет у него сейчас. Армии у него нету. А, и он решил еще покинуть зигру. Ну, в общем, вот такая стратегия. Я надеюсь, она вам понравилась. Сейчас я просто покажу уже концовку, когда я красного победил. Ваши поправки и пожелания, опять же, приветствуются в комментариях, как это было с кланом Вепри. Там мне хорошие тоже дополнения писали. Клан Ворона – это про игру через деньги. То есть не заморачивайтесь. То есть когда-то я раньше думал о том, что как важно вот здесь идти в странников. Оказалось, это нифига. То есть вот эта верхняя ветка вообще практически не нужна. Только если есть проблемы с деревом, острые топоры можно взять. Когда-то я думал, что надо в 500 славы выходить и нападать на всех рейдами. Это тоже не так. То есть только если вы реально видите, что человек будет убит этим. Но от рейдов люди отбиваются. Рейды – это способ для добычи ресурсов. Еда дополнительная, дополнительная наука, дерево. Тоже все это можно добыть. Все остальное вы копите кучу денег, строите военные лагеря. И если кто-то на вас нападает, вы просто его наказываете, как сейчас произошло с серым. А всех остальных нагибаете своим развитием. Вот было в ФФА три ворона. Как видите, насколько круче у меня все получилось. Синий там вообще, по-моему, сам себе проиграл. Опасны для ворона те кланы, которые могут вначале их зарашить. Если вначале... Особенно, мне кажется, клан Медведя. Потому что у них есть стратегия рашить через щитоносцев. Если он может вас зарашить, как клан ворона, он это сделает. Иначе вы сможете легко отбиться. Особенно от щитоносцев, потому что вы будете играть через воинов. А кланы Медведя только... Ну, у него деньги только на щитоносцев будут, они ему дешевле стоят. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, поставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!